Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию знаменитые звездные пары, где жена гораздо старше мужа. В нашем обществе нормально воспринимаются те пары, где муж старше жены на 10, 20, 30 лет. Но вот если супруга старше своего мужа, то это воспринимается с осуждением и негативно. Давайте посмотрим звездные знаменитые пары, где жена старше мужа. Пара 72-летней Аллы Пугачевой и 45-летнего Максима Галкина – одна из самых обсуждаемых и популярных в российском шоу-бизнесе. Хотя их браку уже 9 лет, за этой парой пристально следят и СМИ, и папарацци, и зрители. Для Аллы это уже пятый брак и, судя по всему, счастливый и успешный. По словам Аллы Пугачевой, с Максимом они встречались с 2001, а в 2005 они стали жить вместе. Еще спустя 6 лет Максим и Алла узаконили свои отношения. И с этих пор необычная пара, которая жена старше своего мужа на 27 лет, неизменно привлекает к себе внимание. Даже многие эту пару осуждают. Максим и Алла часто дают интервью. Появляются на различных публичных мероприятиях. И всегда они выглядят счастливыми и веселыми. Они охотно рассказывают, как выстраивают свои отношения, на какие идут компромиссы, чтобы сохранить свою счастливую и замечательную семью. В 2013 году от суррогатной матери у них появилась двойня – девочка и мальчик. Это еще сильнее скрепило их семью. Счастливые родители нередко появляются с детьми на публичных мероприятиях, а также выкладывают в Инстаграм фото и забавные видео с 8-летними Лизой и Гарри. Сергей Маковецкий и Елена Демченко Недавно исполнилось 63 года актеру Сергею Маковецкому. 38 лет из них он счастливо женат на единственной любимой женщине по имени Елена Демченко. Их знакомство началось как шутка или игра, но оказалось, это был знак судьбы. Они встретились в коридоре Одесской киностудии и на шутливый вопрос Елены – женится он на ней или нет? Сергей ответил – да. Уточнив, что это произойдет на майские праздники, он помчался дальше. В тот же вечер он пригласил Елену в ресторан. Он получил первый в жизни гонорар за свою работу. С тех пор пара не расставалась. Елена не раз признавалась, что поначалу она сильно комплексовала из-за разницы в возрасте. Она старше Сергея на 18 лет. Сейчас она говорит, что Сергей – ее пластическая операция. Ну так в шутку, он делает ее моложе и счастливее уже много лет. Они прожили вместе долгие годы. До сих пор они не любят расставаться или быть вдали друг от друга. Совместных детей у них нет, Сергей воспитывал единственного сына Елены от ее первого неудачного брака. Александр Асташонок и Елена Венгрженовская. Эта пара встретилась в 2002 году. Тогда Елена стала новым концертным директором группы «Корни», а Александр был ее солистом. Сначала их отношения нельзя было назвать гладкими, как-то не заладилось у них сразу. Она была строгой и требовательной. Александру не нравился командирский тон Елены. Со временем и группе, и Елене удалось найти общий язык. И между Александром и Еленой вспыхнул роман. Тогда Александр сильно заболел, и Елена переживала. Приехала и ухаживала за ним. Так у них завязались отношения. Эта пара официально оформила брак в 2004 году. Сейчас Александру 39 лет, а Елене скоро будет 53. Вместе они уже 17 лет. И столько же исполнилось их единственной общей дочери. По признанию этой пары, все проблемы они решают сообща, выключают эмоции, и это позволяет супружеской паре находить выход из любой сложной ситуации. Сейчас Александр не только певец, а еще и известный востребованный актер – Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Лере уже 50 лет. Ее муж – хоккеист Игорь Макаров. Он моложе своей жены на 16 лет. Почему-то окружающие как-то сразу скептически отнеслись к их браку, предрекая скорый разрыв этой пары. Но 8 лет счастливого брака и подрастающая в семье дочка, которой 3 годика, не дали скептикам ни единого шанса. Эта пара познакомились в ресторане, где однажды Лера и Игорь оказались за соседними столиками. Мужчина был настолько очарован Лерой и весьма бесцеремонтно попробовал познакомиться с ней. Лера была несколько обескуражена его поведением, но решила дать парню второй шанс. Они встретились снова. Через несколько месяцев, в 2013 году, Лера и Игорь поженились. Как признавалось Кудрявцева, брак с Игорем изменил ее к лучшему. Ее мировоззрение и восприятие и отношение к семейной жизни. Нона Гришаева и Александр Нестеров Актриса Нона Гришаева старше своего мужа на 12 лет. Но это не помешало им создать крепкую семью. К слову сказать, ее муж – актер Александр Нестеров. Они не скрывают, что у них в семье бывают и размолвки, и ссоры. Совместное преодоление трудностей, как считает муж, закаляет и еще больше их сближает. Александр и Нона вместе уже 15 лет. И столько же исполнилось их общему сыну, которого зовут Илья. У Ноны еще подрастает дочь от первого брака. А начались их отношения с дружбой. Нона очень тяжело переживала развод с первым супругом. И, казалось, разочаровалась полностью в мужчинах. Молодой, обаятельный, оптимистичный Александр Нестеров сначала просто был другом, который в любую минуту мчался ей на помощь и подставлял надежное плечо. Нона делилась с ним всеми печалями и проблемами. А потом они вместе поехали в Таиланд. И там круто изменила эта поездка их жизнь. Нона потому и согласилась ехать с Александром, что была уверена, с Нестеровым они просто друзья. А значит, ее ждет спокойный и расслабляющий отдых. Но, по словам Ноны, там они совершенно неожиданно посмотрели на друг друга другими глазами и влюбились. И вернулись они уже из Таиланда парой. Тина Кандылаки и Василий Бравку. Уже более 7 лет известная телеведущая, 45-летняя Тина Кандылаки, счастлива в браке с Василием Бравку, которому 34 года. Он директор по коммуникациям и стратегическим исследованиям Ростеха. Муж моложе Тины Кандылаки на 11 лет. Ну, хочу сказать, Тина прекрасно выглядит, поэтому разница в возрасте практически не видна, если вы не знаете, на сколько лет муж ее младше. Они познакомились на работе. Тина была совладельцем компании «Апостол», а Бравко – одним из ее основателей. Василий покорил сразу Тину своим галантным поведением, своими манерами, настойчивостью и смелостью. По словам Тины, он очень красиво за ней ухаживал. И его не пугала популярность и успешность возлюбленной. Поэтому на предложение руки и сердца Тина ответила положительно. И за 7 лет брака она ни разу об этом не пожалела. Свою личную жизнь и приватное пространство они тщательно оберегают от лишних глаз. Только изредка выкладывают совместные фото. Известно, что общих детей у супругов пока нет. Но у Тины есть двое детей от предыдущих отношений. Хочется пожелать этим замечательным парам еще долгих лет совместной жизни. И пусть не оглядываются на свой возраст, на разницу в возрасте. Ведь если есть любовь, то, как говорят, в любви все возрасты покорны. Всех благодарю за внимание. Всем удачи, любви, всего самого наилучшего. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok